друзья доброго времени суток компания алям центра юридической защиты дмитрий кузнецов с вами и с удовольствием выкладываю очередной ролик уже знаменитого нашего автора все его узнают практически те кто давно на нашем канале кто не знает подписывайтесь на канал и найдете уйму интересного материала от него но сразу предупреждаю это своеобразная форма подачи хотя она не лишена смысла но простой пример когда к вам вламываются в квартиру я считаю что вы можете совершенно спокойно беседовать с этим вот взломщиком на том языке на котором вам больше всего хотелось бы звонок к вам нарушая все нормы законодательства в принципе можно такие же параллели провести вы никому не позволяли вторгаться в свое личное пространство и тот кто это делает должен иметь виду что с ним поступят так как в принципе он заслуживает вот вам и пример а те кто решил что долг банковский в принципе подразумевает что клиент банка теперь является быдлом чмом и с ним можно все что угодно делать очень сильно ошибается дело в том что существует закон и гражданско-правовые отношения подразумевают только лишь законные методы взыскания а когда человек говорит элементарно не может звонить простите элементарно не может доказать что он из банка то еще раз повторяю он должен с любовью и нежностью принимать тот формат общения который выберет человек которому он позвонил считай вторгся в личное пространство вот вам пример слушаем наслаждаемся но для тех кто удивлен еще раз повторяю такой формат общения на нашем канале можно найти очень часто и не только от этого автора но и меня и от многих других но это не отменяет серьезного отношения правильного и цивилизованного отношения к банкирам именно на юридическая работа по готовке ситуации когда вашим кредиторам будет выгодно отказаться от претензий на нашем сайте ссылочка на сайт в описании ролика есть вы можете познакомиться с условиями сотрудничества с компанией аля ну все остальные пожалуйста слушаем наслаждаемся у кого есть непрощенные обиды вот этим персонажам в публике с банков пожалуйста вот вам месть пейте на здоровье алло здравствуйте здорово добрый день скажите номер телефона 3 девятки я так понимаю я стал николаевичу тогда николаевич меня зовут артем владимир департамент банк восточный скажите а что случилось у вас почему оплату не производить мне уже находится на запасе давайте грубить не буду вы просто сейчас по хорошему положите трубочку иначе вас будет ожидать та же самая судьба что и настигла предыдущих звонящих договорились почему вы решили то что вы хотите мне хамить почему решили о блядь да потому что у меня другого желания нет по отношению к вам но это этот вопрос я буду обсуждать явно не с вами а с кем вы собираетесь вопрос ну я повторяю явно не с вами с кем-то в том положении чтобы я вам отвечал что вы решили что я отказываюсь я буду сотрудничать откажутся в другой отрасли вы никто я повторяю вы никто чтобы задавать вопрос вы телефонная звонилка я сотрудник банка а вот и конченая поэтому ты сотрудник банка животное блять вот мой тебе ответ дождался вы меня рассмешили ты смешным родился долбает сегодня рассмешил павел николаевич смешным ты родился долбает очень смешно понимаете да и хуя ну поди попрыгать когда банк на вас в суд падает понимаете не буду обладать подвижно вообще охуенно буду обладать как мою судуга по 200 рублей в месяц ну предыдущие подпадавшие в суд банки организации от нас сейчас получают 150 рублей в месяц через судебных приставов павел николаевич такой получать мошенник вы доводите специально дело до сюда правильно это уголовная ответственность дурбала что ли ты не прикидываешь скажи мне по-твоему такой на юге дурочек да потому что я с самого начала блять побрататься с мошенником это запасло сегодня оплачивайте хуйня слышишь блять смошенником запасло брататься животное блять ёбаный твой рот нахуй ты понял я с детства павел николаевич но если с вами не получается конструктивно общаться значит будем общаться с Евгением я думаю когда она услышит какие последствия вас ожидает в дальнейшем она будет нормально общаться ты в натуре в это веришь что ли или ты наивный чукотский мальчик признайся мне честно а какой мальчик павел николаевич я во-первых не мальчик ёбаный да ты мальчик блять девственник мастурбат а вот больше фантазии на бабской работе животное блять ты девственник мастурбаток сидящий на бабской работе на данный момент вы бы постыдились бы и не позволили бы своих родителей которые дали вам воспитание я на данный момент тебя нахуй посылаю откуда у вас такая смелость появилась павел николаевич от природы блять от природы скорее всего от нехватки понимания ну не тебе пидор у меня судить и меня учить что-либо говорить о моем воспитании да вы мне честно говорите настолько штрафов уважаемый павел николаевич я наговорил настолько насколько посчитаю нужным и ты хуйня мне ничего не предвялись да хватит вам неужели неужели слышишь лох платите руку все нахуй а статью да блять вот эти статьи вот этот детский сад ты можешь рассказывать кому-нибудь да какой детский сад Павел Николаевич кому-нибудь другому но не мне я это выстроил еще в первом классе слышишь что еще раз в первом классе я это выстроил еще в первом классе олень да что ну все давай короче ты неинтересный наверное тяжело было в туалете то Павел Николаевич что в туалете пизды таких как ты да не не тяжело блять я вас просто таких чмошников как ты в толчок окунал ебалом вот и все это ваша судьба в жизни а потом вы идете в банк работать слышишь хуйня а потом вы идете в банк работать потом вы лосье которое блять в сортире купались но вы в банках работаете мы сейчас говорим не обо мне но в отличие от вас в отличие от вас у меня нет толков а вы не можете у тебя и на то что есть у тебя чучи нету блять не похуй иди нахуй а платный от вас поступит и без какого кармана до завтра до 9 часов вечера и без какого кармана с какого кармана спрашиваюсь с левого с правого ты не имешь права потому что ты конченый я так права как раз таки имею павел николаевич спрашивать вас и даже не то что спрашивать лохам спрашивать не да не доведено судьбой понимаешь не дано судьбой лохам спрашивать что либо вы решили похвастаться знанием понятий Поверь, я с знанием и такими владею, что ты посидишь нахуй, Олег. И какими, видимо. Тебя ебать, оно не должно. Когда коснется, я тебе объясню. А пока я тебя тупо хуями крою, вот и все. Ты не заметил? Павел Николаевич. Все, короче, берялый, клади трубочку, ты высох нахуй. Что, короче, короче, длиннее, Павел Николаевич. Ну там, тебе покороче или подлиннее, ебаный рот. Когда я решу, что можно с вами заканчивать диалог, тогда я закончу диалог, понимаете? Я решу. Кто тебе такое право дал решать? Ты ж подчиняешься по жизни. Ты ж холоп, раб ебаный. Как нет, когда да. А вы в рабство не попали? Вы, по-моему, в рабство попали. Я рабовладельцев через кучу выранул. Ты это, понимаешь или нет? Вот в какой ситуации. Вы позоритесь в свою семью, а не я, Павел Николаевич. Я рабовладельцев через кучу. Тихо слушай, Варь. Вы в долежи, что готовы нести уголовную ответственность? Ох, ебаный. Слышал, тебе в ебло думал. Ебаный, ты второй, кому я сегодня в лицо перданул, блядь. Фум, разеботина. Ты здесь нет. Ой-ой-ой. Павел Николаевич, ты у нас заканчивается. Заканчивайте клоунаду. Вам нужно только работать. Клоунада там вокруг тебя творится, блядь. Униженный домбоебный по жизни названиваю, блядь. У нас тут серьезная работа. У вас лошьетом по жизни конченая седит, блядь. Ты ебнулся, дурак, блядь. Какая серьезная. О чем, какой серьезности может идти речь? У вас с фантазией все плохо. У меня с фантазией все просто великолепно, блядь. Павел Николаевич, вы чем-то хотели меня удивить? У меня не однократно. С чего тебе такая привилегия, тебя чем-то удивлять? Я тебя просто нахуй посылаю, вот и все. Причем здесь, ты что, привилегированный какой-то хуй, блядь, скажи мне? Есть. Нарисованный, блядь. Я привилегированное лицо. Да ты не лицо, ты чего, ебаный? Ты не лицо, ты ебала привилегированное. Можешь быть в сортире привилегированное, убирать его, нахуй, или мыть, блядь. Вот это твоя привилегия единственная, блядь. Интересно, интересно. Что тебе интересно, блядь? Только умного, Павел Николаевич, а не то, что вы говорили до этого. Слышишь, хуйня? Умные мысли тебе не дано расшифровывать, понимаешь? Потому что ты кончилый, я повторяю. Вот у меня к вам вопрос такой, серьезный вопрос у меня такой к вам. Как так получилось? Мама с папой родили сына, а выросли вы? Вот скажите, пожалуйста. Как мама с папой, думали, вы родили сына, думали, будет человек, а получился банковский работник? Зачем вырекаетесь-то? Ты не цепляешься. Я спрашиваю, как, блядь, папа родили сына, а получилась хуйня банковская? Скажи мне, а дырявый. Что заискаетесь-то? Я спрашиваю, как мама и папа родили сына, а родился, блядь, банковский, дырявый пидорас. Можешь мне объяснить? Как так? В жизни получается. Павел Николаевич, но вы меня все больше и больше смешите. Да что ты смешным родился? В зеркало пойди посмотри по смеси, поугарай себя, долбоеб. Да, Павел Николаевич, мне смешно от вас Да смешно, потому что тебе должно быть смешно, блядь, потому что ты живешь на этом свете. С этого тебе должно быть смешно, хуйня. Вы, наверное, заслуженный артист цирка. Смешно должно быть твоим окружающим. Почему ты еще падаль не сдохла, а сидишь там, блядь, на бабской работе, хуйня, ебаная. Бери, блядь, лопату, лом, иди это куда престижнее, чем ты, как чмо, ебаная. Сидишь, блядь, дрыщ, блядь, 150-сантиметровый, 40-килограммовый, названиваешь, ебаный, ты лох. Не надрывайте связки, не надрывайте связки. Лох, ты пожизни ебучий, блядь. Сядь потом говорить не сможете. Ты лох, ебаный пожизни, я всю тебе въебала в данной ситуации, животное ебаное, нахуй. Все высох, ебашь отсюда, блядь. Стринги подтяни, колготочки поправь, блядь, стрелочки наведи, я же говорю, блядь. Как это у вас ненормальная фантазия. Капучки, нахуй, там, реснички подкрась. Это кто-то бревает, вы будете на кроночке. Стрелочные, блядь, ебаный твой урод, нахуй. Вы смешной человек. Мешной я тебе сказал, Рабик. Вы, видимо, клоуном работаете. Клоуном работаете. Ой, блядь, я твой хозяин по профессии, блядь. Да что вы говорите, а с чего взяли-то? Да потому что ты раб, ебаный, раб системы. Звонишь, сидишь на бабской работе, человек с хуем, хотя может, я там пизда, я не знаю, блядь. Сидишь на бабской работе, хуйня, что мне придается рассказать, черт, ебаный. Что вы указали, что вы учитель, а сейчас как родоповленник разговариваете. Вам не стыдно? Я в разной ситуации разговариваю по-разному. На, слушай. Слышал? Не, хуй, ебаный. Ну что, кайфанул, не, пидор? Вы какой-то неадекватный человек. Я вижу, с вами нет смысла разговаривать. Да и нахуй отсюда. Это с самого начала не понял, потому что ты не лоху позвонил к чему-то, которому можно присесть на уши. Я тебя выебу, фосты в гриву, дура ебаная, блядь. Ебаш отсюда, овца, блядь. Ну все, высох, подскати, подпрыгни, уебни отсюда, блядь. Придите сейчас, придите в себя, Павел Николаевич. Придите в себя. Ты там в себя в порядок, очко подбрей там, блядь, приготовься, я тебя в следующий раз выебу еще хлеще, блядь. Животное, ебаное. Павел Николаевич, вот с такими наклонностями, с такими наклонностями, к кому-нибудь другому обращайтесь. К кому, к вам, что ли, блядь? Вы ж пидорасы все там, нахуй, ебаный рот. Павел Николаевич. Ну все, давай, короче, все, ты уже заплатишься, нахуй. Через 10 минут давайте мы с вами созвонимся. Вы будете разговаривать адекватно. Всего доброго. Все, давай, ебаный рот.